Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Пишет женщина, которая говорит о том, что разведена и есть ребёнок. Это очень странно и глупо, как она говорит, но у неё есть очень хороший человек-мужчина, но он находится в местах лечения свободы. Она говорит, что она относится к ней и к ребёнку лучше, чем бывший муж. У него тоже есть ребёнок, он из хорошей семьи и мама живёт в Америке. Когда он узнал, что я развелась, начал чаще звонить, писать и ухаживать. Да, даже оттуда он мог порадовать меня и моего ребёнка. Я понимаю, что это глупости, но мне с ним очень комфортно общаться, скажем так, какая-то лёгкость в общении, мы не спорим, не ругаемся. Сколько я общалась после развода с мужчинами, вот у них всё сложно в жизни, серьёзно, и мне прямо очень тяжело с ними, постоянное недопонимание. А с ним прямо, ну я не знаю, ну комфортно, что ещё сказать. Это, наверное, неправильно, я не знаю. Хочу написать ему письмо, а думаю, надо ли. Освобождается он в марте 22-го года. Я не знаю, как бы стоит ли вообще общаться. Я понимаю, что он заключённый, но меня тянет к нему. Смотрите, дело здесь, как мне кажется, совершенно не в том, что он заключённый. Ну, правда, что заключённые не люди, что ли. Нет, тут дело не в этом, тут дело в другом немножко. Дело в том, что, во-первых, у вас брак в этом смысле, да, у вас брак развалился. Вот, и на мой скромный взгляд, вам нужно разобраться в причинах того, из-за чего развалился ваш брак. Вот. Почему? Почему так? В этом смысле всё довольно просто. Вот. Потому что те, ну, те механизмы, которые повлияли на то, что ваш брак развалился, могут повлиять и на то, что данные отношения также могут быть ну, вами разрушены. К сожалению. К сожалению. И, соответственно, я бы сказал, что для начала вам необходимо разобраться именно с этим. Для начала. А вот уже дальше, потом, можно будет смотреть и можно будет исследовать ваши собственные, например, желания и потребности. Вот. Например, в том месте, где вы говорите про то, что вам тяжело с мужчинами, что постоянные недопонимания и прочее. это, как ни странно, как ни странно, подобно возникает из-за того, что вы не очень замечаете, чего вам хочется. Вы не очень замечаете себя, вы не очень замечаете то, что, ну, вот, в принципе, да, с вами происходит. Как мне кажется. Ну, в этом аспекте. И наша задача, вот, именно наша задача, задача, ну, вот, в этом смысле, как психологов нашего задача, на мой взгляд, и заключается в том, чтобы помочь вам с этим разобраться. Вот. Помочь вам с этим определиться. Понимаете, да? И тогда уже можно будет говорить о том, что вам дальше делать. Можно уже будет говорить о том, как вам дальше себя вести. Вот. По крайней мере, так я это вижу. Да, вот. Ну, вот. В таком, в таком ключе я бы сказал, что я это все вижу. Сейчас. Дальше. Обратите, пожалуйста, свое внимание на то, что, как мне, опять же, кажется, что вы больше, как бы, не мужчину любите, а свое состояние с ним. То есть, а вот именно, что, ну, нравится. Вот. Ваше состояние, ну, с человеком, не он сам, а ваше с ним состояние. И момент здесь в том, что это не одно и то же. Это может вас, вот, в принципе, да, сделать, ну, зависимой, к сожалению. Если вы продолжите в таком ключе, потому что вы будете зависеть, в этом смысле, от того дает ли или не дает ли человек вам, ну, вот это состояние. То есть, ну, чувствуете вы, чувствуете ли вы себя так или нет. Вы говорите также о том, что вот, мол, мы не ругаемся. Не спорим. Позже, очень важный момент. Почему это? Дело в том, что как будто бы здесь вы не отвечаете, не отвечаете, как бы, за свое поведение. Понимаете, да? Вот. То есть, как будто бы вы сами не отдаете себя. Что-то, что же вас вообще-то, вот, ну, мотивирует, так скажем, например, ссориться, да? Вследствие чего вам, например, тяжело. Ну, я имею в виду, вот, тяжело бывает с мужчинами. Опять же. Вот. Эти, эти все вопросы в данном случае остаются без ответа. Но, они, эти вопросы, очень важны. И, пока вы не обратите на это свое внимание, к сожалению, я бы сказал, что могут быть проблемы. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова